Всем привет, это подкаст «Раскадровка». Меня зовут Людмила, здесь ещё Алексей. Да, всем привет. Мы продолжаем двигаться по списку 100 духовно значимых фильмов и добрались до фильма «Нежное милосердие». Год выпуска — 1984. Тут, наверное, тоже равновеликие фигуры заглавного актёра, исполнителя главной роли Роберта Дювале. Он получил за эту роль Оскар. И сценариста, который тоже получил Оскар за свой оригинальный сценарий — драматург Хортен Фуд. В Киномире он известен тем, что адаптировал «Убить пересмешника», тот самый фильм с Грегори Пэком. Сценарий попал в руки Роберта Дювале, актёра. И так ему понравилось, что он решил помочь ему попасть на экраны, в том числе найти для него финансирование, потому что Хортен Фуд не обладал таким весом в Киномире, тем более долго довольно-таки не поставлял сценарий Голливуду. А Роберт Дювал, конечно, весом обладал, потому что, ну, если вы не знаете, может быть, на слух, как зовут, то наверняка вы его видели. Это один из актёров Копполы, который снимался у него. Крёстный отец, разговор, продюсеры, те, кто дали деньги, они хотели... Во-первых, это забавная студия, снимала документальные фильмы. Они хотели, чтобы какая-то документальность сохранилась, не было вычурности какой-то, да? Попросили Дювале, чтобы он подписался в контракте, что он сыграет главную роль. Вот название его, оно очень хорошо отражает его суть. Это tender mercies, да, это нежное милосердие. Это фраза из Библии короля Якова, там, где вот в библейских псалмах часто псалмопевец, он говорит о этом божественных вот этих tender mercies, ну, в нашем переводе просто милость, сострадание, милосердие Бога, да? Ну, вот это вот здесь слово tender, вот это нежное, она очень хорошо описывает и там, и главную героиню, её отношение к жизни, её восприятие жизни, и также то, как сделан сам фильм. Это не что-то вот такое яркое, пышное на поверхности, это то, что требует прикосновения, требует внутренней какой-то сосредоточенности, какого-то диалога твоего, да, с тем, что ты видишь. И вот этот фильм, он как раз такой. Ещё раз повторюсь, он мне показался интересным, ну, помимо того, что не часто встретишь фильм сейчас, в котором христианство показано как, ну, такое положительное воздействие на жизнь человека, да, хотя вот это один момент. Тихая провинциальная Америка, очень религиозная. Такая тихая, очень размеренная жизнь, в которой нету такого нарочитого драматизма, то есть, понятно, в которой происходят и трагедии, но эти трагедии, вот, там, муж героини, который погиб во Вьетнаме, довольно тяжёлая рабочая жизнь людей, там, занимающихся, там, фермерством, да, ну, вот эти вот все вещи, которые не привлекают обычно туристов, но которые составляют, в общем, какой-то, наверное, фундамент жизни, да, для очень многих людей. Роберт Дуваль играет Макас Леджа, это такой ранее популярный кантри-певец, который, мы до конца не знаем, почему он, так сказать, сошёлся от сына, ну, на поверхности он начал хорошенько употреблять, да, то есть, начал пить. Вот это пьянство, оно его как-то жизнь подкосило, от него ушла жена, которая тоже кантри-певица и достаточно известная в той местности, по крайней мере, запретившая ему общаться с дочерью, он там, по фильму, видим, несколько лет не видит дочь, даже его письма не передают ей, ну, и плюс, вот мы его, собственно, в самом начале фильма встречаем как такого вот, ну, пропойцу, который что-то там бузит за то, чтобы ему вернули бутылку. Он решает отработать своё проживание, вот помогая этой хозяйке, этого отеля, да, который играет Тесс Харпер, да, её Розали зовут в этом фильме, её героиня. Он оказывается вынужденно как бы причастен жизни, вот этой тихой, спокойной, в которой есть, ну, какая-то настоящая любовь и забота при этом, и вот эта вот причастность этой жизни становится для него исцеляющим чем-то, да, искупляющим. Вот, и ты, и когда смотришь фильм, да, чего ты ожидаешь вот от такого, как говоришь, ладно сделанного голливудского фильма? Ну, наверное, итогом будет то, что он вернётся на сцену как-то. Ну, типа как. Да, ну, вот как во многих фильмах, да, то есть вот он... Как раз лежит. Да, 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 вот он преодолел, да, все свои вот эти тараканов, вот он тут теперь вернулся, и теперь вот, да, благодаря её любви он как-то вот опять стал популярным певцом. Нет. Причём эта опция перед ним возникает, но он, по сути, отказывается от этого. Вот весь фильм, он такой, как-то он обманывающий ожидания, вот сформированные, не знаю, современной драматургии, но от этого он не теряет. Да, наоборот, он как-то оказывается, вот эта некая документальность, что ли, да, некая недраматичность его, под недраматичность я имею в виду какие-то ожидания, да, которые зрительские есть, они делают его, ну, как-то более интимным, близким. Вообще само по себе название фильма, оно происходит из библейских псалмов, да, из Библии Короля Якова, ну, это перевод классический, наподобие нашего синодального, да. Но в самом фильме главная героиня, вот эта Розали, она говорит герою Роберта Дювалья, «Я молюсь за тебя, и когда я благодарю Господа за его нежное милосердие», вот эти, знаете, tender mercies, ты в начале списка. Вот, и это, по сути дела, ну, такой кредо вот этой главной героини, в жизни которой вот эти вот самые христианские добродетели, вера, надежда и любовь, они именно проявляются через самые такие простые базовые вещи, простая исцеляющая любовь, вот, и он как раз в фильме-то сам говорит, что «Я не знаю, не заслужил того, чтобы ты меня полюбила». Он говорит, я вообще, ну, там есть один такой вот важный тоже для фильма «Монолог», где он как раз говорит, озвучивает вот эти свои метания, он говорит, «Я не знаю, почему ты меня полюбила, да, я не знаю, почему там, а твой муж погиб». Или почему он сохранил жизнь, ему в авариях во всех этих, а погиб другой важный персонаж. Да, погиб другой очень важный для него человек, да. Почему вот это все произошло, вот, и вот, то есть, это вот тоже здесь такое, по сути дела, повествовательная иллюстрация того, что христианская традиция называет благодать, да, какой-то незаслуженный дар, незаслуженная милость. И здесь очень интересно вот эта вот, собственно говоря, фигура героини, вот этой Розалии, да, она, по сути дела, она главный герой фильма, так, по большому счету, потому что это вот тоже такой интересный сюжет, вот этот метущийся мужик, да, который, вот, не знает, что делать со своей жизнью, да, там, бывшая звезда. И вот это такая абсолютно неприметная женщина, в жизни которой, кажется, нет вообще ничего яркого. Но, тем не менее, вот именно эта женщина, она благодаря, то есть, она сама видит свою жизнь, она видит вот этого мужчину, который как-то встретился ей, да, опять же, прямо скажем, не подарок. Она видит вот эту свою жизнь, когда у нее есть вот сынишка, да, живущий без отца, вот эту свою тяжелую работу. Она видит во всем этом tender mercies, она видит в этом нежное милосердие. Она способна в этом видеть какой-то, ну, какой-то дар. И вот эта ее, вот, какая-то способность так видеть мир, она приводит к тому, что и жизнь вот этого человека, да, вот этого мака Сладжа тоже исцеляется. В этом фильме вера показана без иронии, но и без какого-то наивного триумфализма. Да, то есть, это тоже не какая-то такая драматическая история из проповедей. Но он как-то как часть жизни героини показывает. Да, 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 то есть, и вот этот сам герой, он как-то, он присоединяется вначале не к вере, как набору религиозных утверждений, он присоединяется к вере, как к образу жизни. Да, вот он вместе с этой героиней, он, видя в ней вот это вот, вот эти, это нежное милосердие, он не может не стать частью его. И там есть интересный эпизод, когда вот он там принимает в фильме крещение, тоже опять же это все показано без какой-то там, не знаю, как-то обыденно, я бы сказал, даже слишком обыденно. Да, и они едут уже в машине, значит, домой, и там сынишка, который тоже, вот этот приемный его сын, который тоже с ним принимает крещение, он спрашивает, ну как ты? Все говорят, что ты должен себя чувствовать измененным. Он говорит, ты как, изменился? Интересно, герой Дюваль отвечает, ну, кажется, что еще нет. И вот этот очень интересный ответ, то есть, он, в нем нету опять же такого какого-то картонного триумфализма, такого, уху, ура, там, смотри-ка, все, теперь я там новый человек, но есть признание того, что он ожидает этого изменения, да, он хочет этого изменения, он хочет, чтобы его жизнь изменилась. Мы видим, что у него есть какие-то точки опоры, вот есть это какое-то оживотворяющее присутствие в его жизни. Да, и финальная сцена фильма, где он вместе с своим приемным сынишкой играет с ним мячом от американского футбола, да, они там кидают его друг другу, и она смотрит на это все со стороны. Вот это вот такая почти пасторальная какая-то семейная сцена, мальчик, который потерял своего отца, да, женщина, которая тоже потеряла своего там первого мужа, вот. Но они, вот благодаря этой тендер-мерсис, этим нежному милосердию, они, вот, ну, семья, у них есть любовь, у них есть какая-то это, ну, тихая, но настоящая, глубокая, основательная радость, надежда, вот эти все вещи, да, вот эти, и в данном случае фраза жизнь продолжается звучать не как клише, а как, ну, как манифест. Поэтому этот фильм, еще раз повторюсь, он удивительный, я ведь его только сейчас посмотрел, хотя, казалось бы, он требует внимательности, да, он требует того, чтобы как-то вот позволить себе не просто быть развлекаемым, да, позволить себе фильм, в котором нужен внутренний диалог, внутреннее включение, какая-то внутренняя работа, готовность присмотреться, прислушаться, вот. И то, что ты в конце как-то видишь, что ты переживаешь, с чем ты соприкасаешься, оно стоит того. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok